Часть вторая. Уринотерапия. Вступительное слово. Впервые описан механизм воздействия мочи на организм человека. Наша с вами моча оказалась удивительной жидкостью, обладающей многими уникальными свойствами. В работе исчерпывающей, разобранной древней методики, дана современная расшифровка ряда уцелительных механизмов. На основе этих данных предложена совершенно другая трактовка использования мочи для укрепления здоровья. Даны конкретные примеры из практики. Данная работа расширяет кургозор читателя в методах оздоровления и покажет совершенно новые перспективы. В настоящее время возник огромный интерес к способам лечения с помощью человеческой мочи, уринотерапии. Корни этой методики уходят вглубь тысячелетий, когда помимо человеческой урины использовали и урину животных. Если проанализировать древние источники, то в них мы найдем двоякое употребление урины. Первое. Для укрепления здоровья, увеличения жизненных сил. Второе. Для развития духовных способностей, особенно сверхнормальных. Об уринотерапии упоминают многие духовные и лечебные книги Махабхарата, Библия, Источник Вечного Наслаждения, Ненужное Для Неучи и так далее. Мы же с вами обратимся к наиболее древнему и полному источнику по уринотерапии Шивамбу Кальпи, что в переводе означает «Практика использования мочи для восстановления тела». Эта книга состоит из 170 стихов и входит в знаменитую Дамар Тантру. В ней в форме диалога между богом Шивой. Бог Шива является создателем йоги и покровителем йогинов и также уринотерапевтов. Его женой Парвате ведется разговор о том, как правильно использовать уринотерапию. Вот смысл некоторых из них. О Парвате, теперь я познакомлю тебя с техникой, которая приносит успех. Сначала я опишу сосуд, как указано авторитетами. Сосуд должен быть изготовлен из золота, серебра, меди, бронзы, латуни, цинка, глины, стекла, бамбука, лесной яблони, раковины, кости, кожи и листьев. Сделанный из всего этого сосуд любого типа пригоден для Шивамбу. Шивамбу означает вода Господа Шивы. Другое ее название вода процветания. О богиня, глиняный сосуд хорош, а медный лучше. Далее говорится, что для достижения успеха практикующий Шивамбу или Амароли, Амароли Амара бессмертия, это слово означает неуничтожение, это метод достижения бессмертия и неуничтожения. Видите, как голубаков копнули наши древние предки. Должен воздержаться от соленой, горькой и острой пищи. Кушать легко усваиваемую пищу в небольшом количестве. Не должен физически сильно утруждать себя. Должен владеть своими чувствами и спать на голой земле. Практикующему уринотерапию рекомендуется вставать между 3 и 4 часами утра, привести в порядок рот, затем повернувшись лицом на восток, помочиться. При этом начальная и последняя струя, то есть порция мочи, выбрасывается, а средняя собирается для питья. Далее Шива рекомендует, прежде чем налить ее в горшок, протереть его тряпочкой и при этом произнести мантру Ом Аум Хрим Амрит Хадев Амрита Варшини Амрита Кур Нос Ваха 7 раз и только затем выпить. Особо подчеркивается, что необходимо принимать внутрь только среднюю порцию урины. При этом струю урины сравнивают со змеей. Как змея содержит яд во рту и в хвосте, так и струя урины вначале выходит много желчи, а также промывается мочевой канал. В последней порции мало желчи, поэтому средняя часть содержит оптимальное количество веществ, дающих наилучшие результаты. Согласно этому и другим источникам, в основном индийским, утверждается, что шивамбу, она же урина, лекарство для смелых. Она очищает человека и является небесным нектаром. Шивамбу – дар шакти. Шакти – это сила, жизненная энергия космическая, которая, согласно традиции, выражается как женский аспект, который наделяет человека великой силой, уничтожающей старость и болезни. Великие отшельники говорили, что шивамбу является основой всех лекарств. Обработанная особым образом урина служит одним из компонентов Амрита Коладж – наиболее эффективного лекарства Айурведы. В другом месте бог Шива говорит своей жене Парвати – йох, который промывает шивамбой свой нос ежедневно по утрам, то есть выполняет процедуру нети, уничтожает все болезни, происходящие от вата, пита и хапха. Вата, пита, хапха, согласно Айурведе – три основополагающих принципа, имеющихся в человеке. Принцип вата выражается в человеческом организме принцип движения – это будет кровообращение, дыхание, продвижение по кишечнику. Принцип пита – это процессы пищеварения, иммунитета, регуляции температуры тела, способность ума познавать. Принцип капха дает форму всем этим процессам, от него зависит крепость тела и его устойчивость к болезням. Расстройство каждого из вышеуказанных принципов имеет свои границы в организме и выражается только ему присущими болезнями. Например, болезни принципа вата располагаются от ступней ног до пупка. Они проявляются в виде расширения вен на ногах, геморроя, запоров, боли в крестце и тазобедренных суставах, тугоподвижности суставов, зябкости и сухости кожи. Обострение наблюдается в зимнее время года. Более подробно об этом смотрите в моей книге «Целительные силы», том 1, часть 3. Его пищеварение улучшается, а тело становится сильным. Очень большое внимание Господь Шива уделяет втиранию урины в тело. Теперь я расскажу тебе о процессе массажа. Ученик может пожинать сладкие плоды своих практических занятий и медитаций, используя массаж своей собственной урины. Моча, собственно, должна кипятиться в глиняном горшке до тех пор, пока не упарится до четверти своего первоначального объема. Остуди ее и используй полученный экстракт для массажа. Ученик может получить с помощью этого божественные силы и будет чувствовать себя как царь богов. Он сможет свободно перемещаться в любое место по своему желанию и будет обладать силой 10 тысяч слонов. Он сможет есть и переваривать что угодно. Никогда не используй для массажа мочу без ее предварительного упаривания до одной четверти первоначального объема. Если этого не соблюдать, то ученик может стать подавленным и предрасположенным к болезням. Некипяченую мочу никогда не следует использовать для массажа тела, поскольку она вредна для тела, если ее применять таким образом. Тот, кто массирует свое тело с шивамбу три раза в день и трижды ночью, долго не теряет способности к продолжению рода. Все его суставы укрепляются, он освобождается от болезней и достигает блаженства. О Парвати! Тот, кто пьет мочу раз в день и втирает ее в тело в течение трех лет, обретает тело полное силы и блеска, знания в искусствах и науках, обретает дар красноречия и живет до тех пор, пока существуют на небе звезды и луна. Вообще, в древних текстах утверждается, что для быстрого успеха в амороле урину следует пить три раза в день. Первый раз рано утром, второй раз в полдень, а третий раз вечером за час до или после еды. В шивамбукальпе приводится описание сверхъестественных сил, которыми наделяются люди, применяющие амороли регулярно в течение длительного времени. Выдержка. Прежде всего, очищение и правильная техника употребления шивамбу в течение одного месяца приводит к уничтожению врожденных болезней и полностью очищает внутренности. После двух месяцев чувства обостряются. Применение шивамбу в течение трех месяцев полностью и окончательно уничтожает все болезни. После пяти месяцев посвященный становится ясновидцем. Шесть месяцев непрерывного применения этой техники делают человека разумным и знающим шастры. После семи месяцев человек становится чрезвычайно могущественным, а после восьми он сияет как золото. После девяти месяцев посвященный навсегда освобождается от ксхая и кустха. После десяти месяцев он становится хранилищем света. После одиннадцати месяцев все части его тела становятся кристально чистыми и блестящими. После года он сияет как солнце. После двух лет он мочится элементом земли. После трех лет элементом воды. После четырех огня после пяти воздуха. После семи лет ахамкар, то есть чувством я, то что лежит в самой сущности человека. И после восьми лет элементом будхи, махат, то есть вот как раз то, что я вам сказал. И все становится подвластным ему в этом порядке. После десяти лет использования шивамбу он избавляется от рождения и смерти. После десяти лет он получает возможность двигаться в небесах без всякого усилия. После двенадцати лет он становится бессмертным. Змея и другие ядовитые твари не могут повредить ему. Яд не действует на него. Он никогда не может убить его. В огне он не горит и в воде не тонет. Вот такая выдержка. Пока не будем подводить итог. И почитаем другие выдержки об уринотерапии. Следующий наиболее древний и особо почитаемый источник Аюрведа. В ней говорится, что человеческая моча горяча и оказывает подсушивающее действие на тело. Она резкая, острая по вкусу и содержит много солей. Затем указывается, что человеческая моча вылечивает глазные болезни, регулирует желчь, уничтожает глистов кишечники, возбуждает аппетит, успокаивает нервы. Если она правильно используется, то дает новую жизнь, очищает кровь, помогает при кожных болезнях, предупреждает кашель и простуду. Подчеркивается, что она является противоядием любым ядам и делает тело сильным. Наши предки, помимо собственной человеческой мочи, широко использовали мочу животных. Издательство «Наука» в 1990 году в 13 томе «Научного наследства» опубликовало книгу «Ненужная для неучи», написанную Амирдовлатом Амасиаци в 15 веке. Это армянский врач. На странице 376, параграфе 2427 мы читаем следующее. Моча каждого животного соответствует его натуре. Лучшим видом является детская моча. Природа ее горяча и суха во второй степени. Обладает очищающими свойствами. Козья моча помогает при болезнях нервов и судорогах от засорения желудка. А верблюжья моча помогает при язвах на теле и в ухе. Человеческая же моча помогает при пляшивости. Соль мочи придает блеск глазам и очищает белки. Человеческая моча помогает при опухании горла, а также при язве легких. Козью мочу полезнее пить при водянке. При геморрое же полезно посидеть в коровьей моче. Если же выпить свиную мочу, то она растворит камень. А человеческая моча останавливает кровотечение. Если дать пить человеческую мочу тому, у кого увеличена селезенка, то это окажет удивительное действие. Верблюжья моча излешивает лишай и прыщи. Человеческая моча помогает при экземе, зуде, проказе и укусе бешеной собаке и скорпиона. Ипн говорит, что у одного человека опухла селезенка и ни одно лечение не помогало ему. Ночью во сне явился к нему человек и сказал, «Каждое утро с позаранку пей по три глотка собственной мочи и поправишься». Он сделал так и выздоровел. А если взять коровью мочу и дать ей сгуститься, а затем выметь ею белые волосы, то они сильно почернеют и окрасятся. В последующих параграфах разбирается применение мочи детей и различных животных. Вот некоторые выдержки. Детская моча. Если ее сварить с медом в медной посуде, то поможет при бельме в глазу. Она имеет и много других полезных свойств, о которых здесь не написано. Она помогает также при глазных болезнях и потемнении в глазах. Собачья моча. Возьми собачью мочу и дай ей постоять, чтобы сгустилась. Если вымоешь ею волосы, то они станут черными. Она относится к числу хороших красок для волос. Если смазать ее бородавки, то поможет и удалит их. Коровья моча. Помогает при лишае на голове и витилиго. Кабанья моча. Очень полезна от глазного бельма. Если выпить ее, то растворит и раздробит камень, который находится в мочевом пузыре. Испытано. Ослиная моча. Говорят, кто выпьет ее, избавится от болезни почек. У нее много и других полезных свойств, о которых здесь не написано. В другой старинной книге под названием «Тысяча замечательных мелочей» рекомендуется уринотерапия от всех заболеваний. Вот несколько выдержек из нее. Универсальное и отличное средство от всех внешних и внутренних расстройств здоровья. По утрам пить собственную мочу в течение 9 дней. И она излечит цингу, сделает тело легким и радостным. Она хорошо помогает от водянки и желтухи. Пей, как указано выше. Теплой мочой мой уши. Она хороша против тугоухости, шума в ушах и других нарушений в области уха. Мой глаза собственной мочой. И она излечит болезни глаз, очистит их, укрепит зрение. Мой и массируй свои руки. Она снимет онемение, удаляет трещины, ссадины и расправляет суставы. Обмой ею свежие раны, удивительно хорошо помогает. Обмой любое зудящее место, и она снимет зуд. Обмой нижнюю часть тела, она хорошо помогает от геморроя и других болячек. Еще одно излечение из старинной книги 1665 года. Урину берут у людей и большинства животных о четырех ногах. Но именно первое применяется в аптеке и врачами. Урина мужчины и женщины горячая, неслизистая, растворяющая, очищающая, съедобная, не загнивающая. Применяется внутрь против закупорок в печени и желчных протоках, а также против водянки, желтухи, остановки менструации у женщин, чумы и всевозможных злокачественных лихорадок. Теплое и свежее она применяется наружно для очищения кожи и смягчения ее путем умывания. Очищает, врачует, осушает раны, даже при ранении отравленным оружием. Излечивает перхоть. При наложении на пульс снимает жар. Отлично помогает против трясучки, а не менее паралича. При наложении на область селезенки облегчает боли в ней. Наиболее популярной в современной книге по уринотерапии «Живая вода» автор книги Армстронг описывает, что с ее помощью успешно излечивались такие заболевания. Гангрена, различные опухоли и рак, брайтовая болезнь, лейкоцитемия, пороки сердца, малярия, воспаление яичка, венерические болезни, даже сифилис, незаживающие раны, ожоги, недержание мочи, нарушение менструального цикла, нефрит, колит, псориаз, парадонтоз, ожирение, нарушение функции простаты, бронхиальная астма, бородавки, новообразование на руке, желтуха, паралич, облысение, катаракта, глаукома, ревматизм, артрит и простуда. Армстронг подчеркивает, уринотерапия осуществляет то, чего никогда нельзя достичь с помощью простого поста, то есть обычного голодания, и приема воды, и фруктовых соков. Это рекомендация некоторых натуропатов. В Индии и в настоящее время в широко известной секте Садху многие члены регулярно пьют свою мочу. При этом они ходят обнаженными и в течение всего года ничем не болеют. По их мнению, моча даже питательнее, чем молоко. Покойный Морис Уилсон, который предпринял героическую попытку покорить Эверест, приписывал свое противостояние болезням и удивительную стойкость организма и исключительно приему мочи на фоне голодания, плюс растирание тела мочой. Все эти способы применения урины он принял у тибетских лам и йогов, с которыми общался перед восхождением. Они ему поведали, что уринотерапия позволяет им доживать до преклонного возраста, а также свободно пересекать пустыни, что недоступно обычным смертным. И совсем свежие сведения об уринотерапии в нашей стране автор услышал на первом международном конгрессе вегетарианцев в Эстонии, происходившем 4-5 мая 1991 года в городе Таллины. На нем специалист по лечебному голоданию Георгий Войтович Войтович рассказывал, что они в настоящее время сочетают голодание с уринотерапией. Также Войтович сообщил, что в царских архивах упоминается о поселениях людей, то ли на Алтае, то ли в Сибири, которые ничего не едят, но пьют свою мочу. Они ничем не болели и отличались особенно здоровым цветом кожи. В настоящее время в оздоровительных кругах города Ростова-на-Дону, особенно среди членов клуба «Надежды», широко применяется уринотерапия. Однако, с обнародованием данной работы началось второе рождение уринотерапии. Занялась ей и Москва, о чем мне сообщили. Эффективность новооткрытых древних методов оказалась несравненно выше используемых сейчас. Итак, древние целители, средневековые и некоторые современные врачи, а также множество никому неизвестных людей, с большим или меньшим успехом применяли и применяют уринотерапию. Теперь нам с вами предстоит разобраться, в чем же заключается действие урины на организм человека и как лучше ее применять для себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова